Смутное время в Венесуэле. 24 января 2019 года, 15-25. Исраэль Шамир – публицист. Какая еще революция? «Ты что, не видишь? Мы идем на бейсбол», – так примерно отвечали в среду жители Каракаса на вопросе журналистов. Им было не до политики, решалась судьба Кубка профессиональных команд. Венесуэльцы больше интересуются бейсболом, чем футболом, и вторая игра столичной команды Леонис с их соперником Кардиналис Делара из города Баркесимета полностью затмила в их глазах попытку государственного переворота. Ну, не совсем, игра должна была начаться в 7, а по случаю попытки переворота началась в 9. Ситуация продолжает оставаться тревожной, но уже можно сказать, обещанного апокалипсиса не произошло. Только ВВС яростно раскручивала свой маховик, утверждая, что весь народ Венесуэлы вышел на улицы и площади, чтобы прогнать своего недавно избранного президента Мадуро. Но вспомним, несколько лет назад сообщалось, что президент Сирии Асад бежал на личном самолете из Дамаска в Венесуэлу, а он по-прежнему правит. Так что сейчас, даже если ВВС заявит, что президент Венесуэлы Мадуро бежал в Дамаск, можно особенно не волноваться. Раньше журналисты ВВС писали о том, что есть. Но в наши дни они пишут о том, что должно быть. А должно быть народное восстание, свергающее президента Венесуэлы, друга России, к которому в декабре в гости из Москвы летали два стратегических бомбардировщика ВКС РФ Ту-160. Поэтому англичане настойчиво сообщают о толпах повстанцев, хотя город относительно спокоен. Бог знает, если бы не бейсбол, возможно, они бы и раскачали народное волнение, но англосаксы бухнули в колокола, не заглянув в свяце, то бишь в расписание кубка по бейсболу. А так, все мимо. Также по теме, в ручном режиме меняют власть, как в мире отреагировали на события в Венесуэле. События в Венесуэле показали, как Запад относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутреннее дело. Кризис в Венесуэле обострился после того, как президент Николас Мадуро победил на выборах и 10 января вступил в свои полномочия на второй срок. США хотели вернуть себе Венесуэлу, богатую страну с огромными запасами нефти. По их сигналу маложавый спикер распущенного парламента Хуан Гуаида провозгласил себя президентом и призвал народ выйти на улицы и поддержать его. Президент Трамп немедленно признал самозваного президента, и за ним последовал глава ААК и президенты Аргентины, Бразилии, Перу, самые правые и проамериканские правители на континенте, которые называют задним двором Дядэс Эмма. Мексика, Куба и Боливия поддержали законного президента Мадуро. На сторону США и самозванцев встала Канада и Дональд Туск, яростно антироссийский поляк, глава Евросовета. На сторону Мадуро встали Россия с Китаем. Конституционный суд Венесуэлы постановил, что у спикера парламента, да и у парламента в целом, нет таких полномочий. Суд призвал прокуратуру заняться мятежниками, а те попытались устроить переворот. Помня, что оранжевые революции бывают только в тех странах, где есть американское посольство, Мадуро расторг дипломатические отношения с США и предложил ему браться во своя сев в 72 часа. Многосекретарь Майк Помпео сказал, «Мы никуда не уйдем. Мы не признаем Мадуро, и, соответственно, его решение о высылке наших дипломатов для нас не имеет силы». Таким образом, в Венесуэле складывается неожиданная ситуация, дипломаты, подлежащие высылке, не хотят уезжать и превратили свое посольство в штаб мятежа. Почему-то Трамп не опасается, что его планом воспользуются его оппоненты, провозгласят его незаконным и поставят президентом США Гэжу Клинтон или Гэжу Пелоси, спикера Конгресса, или еще какого-нибудь противника Трампа. Сейчас это кажется маловероятным, потому что демократы в Конгрессе единодушно, почти, поддержали Трампа. Эти либералы за интервенцию всегда поддерживают войну и вмешательство, будь то Сирия или Венесуэла. Но прецедент опасен и для Трампа, и для других стран. Зачем проводить выборы, если после выборов США могут назначить президентом того, кого захотят, а потом еще и не убирать свое посольство? Что им помешает завтра признать, скажем, Ходорковского президентом России? Конфликт президента и парламенту может напомнить нашему читателю 1993 год, только наоборот, в России и США поддержали смещенного президента против законного парламента, а в Венесуэле США поддерживают распущенный парламент против законного президента. В 2015 году проамериканская оппозиция заявила, что победила на парламентских выборах, но Конституционный суд решил, что они победили нечестно и постановил провести перевыборы. Парламент провозгласил суд незаконным. Чтобы упорядочить ситуацию, президент Мадуро созвал Конституционную ассамблею, и та распустила парламент. Но парламент распустил всех и, на манер революционного конвента, решил взять власть. Это у них не получилось, народ и армию не поддержали. Прошли тем временем новые президентские выборы, и сторонники Мадуро победили. Сейчас парламент не хочет расходиться и мечтает сместить Мадуро. Многое зависит от армии. США призвали армию вмешаться и поддержать их ставленника, но пока армия поддерживает законного президента. Мадуро удалось добиться поддержки армии. Да и народ, хоть и недоволен экономическим положением, страшной инфляцией, падением национальной валюты, сплошным дефицитом, винит в своих бедах правую проамериканскую оппозицию и не выходит с протестом на улице. Правая оппозиция опирается на богатых, на иностранные компании. Как и в России времен Горбачева, они искусственно создают дефицит. Американские санкции тоже усугубляют ситуацию. Народ это понимает, но осуждает президента за недостаточную решительность. В правительстве Мадуро немало местных чубайсов и гайдаров, которые саботируют работу и срывают все планы президента исправить положение. Но созвать Майдан у них пока не получилось. Огромные толпы, требующие смещения президента, существуют только в новостях ВВС. Есть реальная опасность интервенции. США могут послать в Венесуэлу войска своих латиноамериканских приспешников. Сможет ли Россия помочь Венесуэле уберечь закон и порядок? Пока такой просьбы не поступало. Куда ближе к Венесуэле находится Куба, которая поддерживает законного президента. Но если понадобится, Россия наверняка сможет помочь логистикой. Россию и Венесуэлу соединяют и деловые отношения, и узы дружбы. И Россия постоянно и повсеместно стоит на стороне закона, против самозванцев, против майданов, против переворотов, организованных американскими посольствами. На основании этого принципа легитимности Россия поддержала законного президента США Авраама Линкольна против мятежников Южан. А сейчас поддерживает законного президента Венесуэлы. Главное требование России обращено к Соединенным Штатам, прекратить вмешательство во внутреннее дело суверенной Венесуэлы. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.